Татарский хор Дай Бог, чтобы этот хор дальше процветал и приглашал воспользоваться этим случаем, что услышат о ней, они захотят их живьем послушать. Я бы хотел, чтобы еще несколько концертов прошло, чтобы люди были очень-очень довольны. Я доволен, очень доволен. Хотя все певцы в хоре, студенты, выпускники Казанского федерального, у каждого свои причины заниматься татарским народным хором. Например, Зиля приехала в Казань специально, чтобы выучить татарский язык и познать культуру родного народа через музыку. Татарская музыка очень богата милизмами, вот распевами. Почему очень сложно петь в татарском хоре? Потому что вот эти распевы, они уникальные, и чтобы всем вместе собраться и слиться, это нужно обладать таким, ощущать друг друга в хоре. И поэтому в этом такая большая сложность. Татарская музыка вот этим отличается, вот эти вот такие красивые распевы, да, вот что-то такое восточное, татарское особенное. В особенности татарской музыки не сомневается и руководитель хора. Но в отличие от молодежи, проверенный опытом, заслуженный деятель искусств Ирнис Рахимуллин по-иному смотрит на народную музыку. Важно, ежели каждый народ поет искренне. Все. И тогда сразу появляются особенности мелуса. Грузинского, татарского, белорусского. Главное, от души, от чистого сердца и очень проникновенно. Поют студенты о дружбе, любви, родине. В татарских песнях затрагиваются вечные темы человечества. И вот это вот содержание, оно само по себе вдохновляет. И когда мы ходим сюда, то мы вообще забываем о своих проблемах. Мы начинаем петь, смешим друг друга, делимся своими проблемами, разговариваем, общаемся. И мне кажется, вот это вот еще объединяет наш коллектив. И пусть в составе хора среди слушателей не все являются татарами, понимают национальный язык, приблизиться к высокому и проникнуться духом национальных традиций может каждый. Ведь не зря говорят, язык музыки не требует перевода. Анастасия Иванова, Ленарда Влетяров, Универньюс.